Кейс номер 2. Использование просмотровщика макетов Natal Viewer и собственных моделей. В предыдущем кейсе мы рассмотрели модель бактериофага, представленную в образовательном контенте по биологии за 10 класс. Для наглядности, подобную же модель мы сейчас найдем в интернете и сохраним для дальнейшей работы. Для того, чтобы найти модель, воспользуемся поисковой системой. Соответственно, модель бактериофага скачать. Зададим формат, которым мы хотим скачать. Допустим, это у нас будет GLB. Это один из форматов, который воспринимает Natal Viewer. Вот уже видим, что различные модели бактериофагов представлены на разных сайтах. Вот, допустим, Free3D. Бактериофаг 3D модели. Стоит отметить, что многие модели, доступные нам из поиска, могут быть платными. В случае, если нужно найти бесплатную модель, я лично рекомендую воспользоваться сайтом Sketchfab.com. Итак, мы на сайте Sketchfab.com и также видим обширное количество моделей, которые нам доступны. Здесь можно сразу поставить модель, галочку Downloadable, то есть доступные к скачиванию, и выбрать из тех моделей, которые представлены, интересующие нас. Например, вот эту. У нас открывается модель на заднем плане и сразу предлагают ее скачать. Сразу переходим в папку, в которую она скачалась. Далее нужно извлечь архив, чтобы модель не была заархивирована. Переходим внутрь нее, видим модель, которую мы искали. Копируем ее. Для того, чтобы поместить модель, которую мы скачали с сайта, в раздел памяти просмотровщика, нам нужно отправиться по адресу. Локальный диск, контент, Netal Viewer, Netal Viewer Data, Streaming Assets, модели. Куда мы вставляем нашу модель? Закрываем нужную папку, сворачиваем все открытые сайты и запускаем Netal Viewer ярлыком с рабочего стола. Модель загружается. Ход загрузки можно видеть внизу экрана. Итак, перед нами та модель, которую мы скачали. Навигация по загруженным моделям осуществляется также в меню в левом нижнем углу экрана. В алфавитном порядке модели у нас упорядочивают. Итак, как вы увидели, выбор, загрузка и использование моделей. Процесс легкий, не требующий навыков программирования. Из плюсов данного кейса. Доступ к огромному количеству готовых дополнительных моделей по любой тематике. А также возможность создавать собственные коллекции моделей для проведения тематических занятий и проектной деятельности. Из минусов все-таки необходим контроль контента со стороны учителя. Продолжение следует...